Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект Спасите Нашу Семью и Семья Микитенко, пятая часть. Кто не смотрел предыдущие выпуски, ссылки в описании. Также, ребята, не забывайте ставить свои лайки и комментарии, потому что именно вы решаете, как часто выходят ролики. А закончили на том, что наша семейка не меняется, а наш мужик приехал, в общем-то, на поле, где на него спустили собаку. Боевую собаку, и надеюсь, что она либо разорвёт, либо не разорвёт. Ну, каждый хочет с ним что-то сделать, но узнаем всё прямо сейчас. Поехали! Я знаю, что он боится собак, высоты и боли. Именно эти препятствия ему предстоит преодолеть. Ну, здравствуйте. Здравствуй. Александр. Для того, чтобы помочь Александру справиться со своими страхами, я пригласил Вахабджана Муратова, тренера национальной сборной Украины по смешанным единоборствам. Раз, два, три. Который вот уже более 40 лет тренирует лучших борцов не только Украины, но и мира. В спорте всегда самое главное – троллерлюбие. Без трудолюбия никаких не будет результатов. Наша с тобой задача, чтобы ты стал сильнее, более смелым, уверенным. То есть ты стал настоящим мужчиной. Мы сейчас пройдём вовнутрь и посмотрим, что там будет. Боевые собаки. Ты что чувствуешь? Очко играет. Это называется страх. Вы инструктора, дрессировщики, которые помогут тебе пройти испытания вот в этом питомнике. Будете заниматься дрессировкой с собакой. Хорошо, давайте начнём. Александр пытается делать вид, что собак он совсем не боится. А он их боится. Боевая собака. О! Фитбуль опускаем. А может, не надо? Надо. Только тогда, когда Саша надел костюм и осознал неизбежность схватки с собакой, он открыто признал, что боится. Да у меня тоже очко сыграло, если честно. Ну, так надо. Что, уходит? Я очень боюсь собак. Неизвестно, как она себя поведёт, попадёт ли она в эту перчатку. Ну ты, женуш. Дайте попить мне. Пугаешь? Можно, пожалуйста, попить? Ты сейчас контролируй свой страх. Понял? Не твой страх тебя должен контролировать. Ты сейчас его контролируй. Да, в собаке я видел противника. Я видел школьников, которые меня оскорбляли, обижали. Да не надо! Нет, ты в собаке видел страх. Готов? Животный страх. Не хочу я показаться слабым, что я там, забоялся, как говорится, зассал. Не хочу я показаться слабым, что я там, забоялся, как говорится, зассал. Да? Я хочу показать, что я не боюсь. Питбуль, ребята, это очень жёсткая собака. Мы начинаем! Одна из самых страшных, но боевых таких. Это бойцовская. Одни мышцы. Нет! Нет! Бой! Всё, пошла. Я боялся, но я нападал. Стоять! Всё! Ещё со школьных лет агрессия для Саши – это своеобразная маска, за которой он прячет свою слабость. Всё! Он злится и нападает первым. Сегодня это было чётко видно в ситуации с собой. Как хорошая собачка! Хорошо, чтобы Александр в корне изменил этот механизм. Но она дрессированная, что самое важное, что вот видите, когда подошёл дрессировщик, она же на него не летает, то есть она понимает, что где надо, где нельзя. То есть это двадцать и дрессировка. Это круто! И научился контролировать эмоции, поверив в себя. А пока я решил поработать с Оксаной. У Оксаны есть одна характерная особенность. Сталкиваясь с любой проблемой, она пытается решить её с помощью слёз. И если для младенца это поведение вполне уместно, то для 23-летней женщины это выглядит как минимум странно. Напоминаю, что ещё наша семейка находится порознь, то есть они не вместе. Они в разных городах, их специально разделили для того, чтобы, в общем-то, добиться максимального результата в их отношениях. Ну и в их поведении в том числе. К сожалению, очень часто в этих слезах нет истинного горя. Это просто способ манипулировать окружающими. Сегодня я хочу, чтобы Оксана убедилась, что любую проблему можно решить, но не слезами. Её к чему-то пристегну? Я назначил встречу Оксане в безлюдном месте. Чуть позже она узнает, почему мы встретились именно здесь. У меня сразу мысль, а куда меня привезли и зачем? Я сразу не поняла, почему я сюда приехала. То есть она всё время ноет, всё время плачет, опускает руки. Наверное, её пристегнут, оставят, она будет плакать-плакать. А потом, я даже не знаю, типа, начните помыслить, как отсюда выбраться. Ну, как-то так, наверное. Хотя, возможно, ещё будут какие-то другие идеи. Привет. Привет. Ну, там пила была. Как дела? Что-то нужно перепилить. Это так себе. Сейчас всё встанет на свои места. А уже Сашу приведёте? Нет. Опять ноль. Перед тем, как снова встретишься с Сашей, тебе нужно понять одну очень важную вещь. Да, замок. Я вот сегодня тебя пригласил сюда для того, чтобы это произошло. Давай левую руку. О, боже, что это такое? Не давит в руку? Нет, нормально. Хорошо. А зачем это? Твоя задача – освободиться. Перепилить. Тут даже пила, если вижу. Причём цепь, на самом деле, далеко не толстая. То есть, её без проблем можно пилой перепилить. Согласитесь, очень не толстая. То есть, не такая вот амбарная цепочка. Обычная тонкая китайская цепь. Так оно не отпилило вообще. Ну, цепь оно не отпилит. Это пила... По дереву? Дерево пили. Так, может, не дерево? Да ну, оно бы цепь отпилило. Ну, ладно, её смотрим. Ну, попилять дерево тоже будет не проблема, на самом деле. Не, хотя... Освободишься, позовёшь. Ну, да ну! Привет. Время пошло. Что, будет сейчас ныть и плакать? И ничего не делать? Бери и пили. Чтобы Оксана не манипулировала окружающими и смогла сама справиться с трудностью, я решил наблюдать за ней со стороны. Более того, мы вели съёмку так, чтобы наша группа была вне её поля зрения. Возьми действуй. Ага, она ищет помощь. Кому же плакать? Кому же ныть? То есть, действовать не хочет? Уже прошло, ребята, практически полчаса, а она просто стоит. Я просто в шоке, честно. И опять ноет. Слёзы. Вот первая и, честно говоря, вполне ожидаемая реакция к самому. Манипуляция. Она даже не пробует взять в руки пилу, чтобы начать пилить. Причём это можно было распилить бы за 5 минут. Дальше появилась злость, ведь на её слёзы никто не отреагировал. Я не могу освободиться. Я просто в шоке, я не могу освободиться. Она даже не пыталась. Ребята, меня уже теперь от неё бомбит. Вначале, да, мы видели, что, в общем-то, муж реально просто... Хочется аж морду набить. Но сейчас себя показывает жена, которая, ну... Как мы понимаем, тоже далеко не идеал. Далеко не идеал. Я думала, что кто-то придёт и отстегнёт. И поэтому у меня была злость к тому, что никто не подходит. Заводите меня, пожалуйста. Два сапога пара. Мне холодно. Я заморзла. Манипуляция дальше. Почему это всё? Ну-ну. Ну-ка, можно. Ну что, что, 35 минут? Ноль. Хоть бы пилу взяла. Я постояла, постояла, попсиховала. Я поняла, что никто не придёт. Она это поняла спустя больше, чем полчаса. Боже мой. Господи. И никто меня не освободит. Я уже решила как-то действовать сама. Спустя 40 минут. Да. Не отпилит. Можно было просто отпилить деревяшку, и я бы освободилась. Господи, что? Нет, он не отпилит. У меня бомбит, ребят. Можешь написать с вами в комментариях, что вы думаете по поводу. Просто я хочу выразиться по-французски, но не могу. Вы можете. Я не могу, потому что будет дурной пример. А вы в комментариях можете. Вот выразитесь за меня. Потому что, ну, мягко опишу. У меня бомбит. Очень мягко. Перепилить эти два бруска вполне реально. Но нужно приложить усилия. Оксана же выбрала более легкий способ выбраться из заточения. Сейчас будем блуждаться. Пошла там крючок, какой-то гвоздик. Начала отворачивать эти тоже гвоздики, которые были, держали эту цепь. Ай, че. Какого? Карпачок понял, что, в общем-то... Все. Ну что? Я выбралась. Вот это я молодец вообще. Брала гвоздика, поотворачивала эти, повытаскивала. Слушай, скажи, а на самом деле интересно. Вот есть пила. Перепилить. Ну, ножовка. Это дерево. Минуту бы за четыре ты бы себя освободила. Вот почему потратила время на возмущение, пыталась даже заплакать. Правда ли? Не знаю. Не додумалась даже. Мне что-то казалось, что она не отпилится. Вот что сейчас произошло? У тебя была проблема, да? Да. Ты ее решила? Сама, да, решила. Значит, не обязательно плакать, когда сталкиваешься с трудностью? Ну, я это сейчас поняла, да. Что нужно как-то сдержанно себя вести по отношению ко всему. И стараться самой как-то, а не ждать от чьей-то помощи, ждать, что тебе кто-то когда-то поможет. Манипулировать не надо своими соплями. А не ты сразу ноешь и поможете мне. А рассчитывай только на себя. Как маленький ребенок. Так что вместо того, чтобы манипулировать, лучше брать и решать проблему. Дай бог, что она-то поняла. В отличие от жены, Саша при столкновении с трудностями либо трусит, либо становится агрессивным. Посмотрим, удастся ли ему сегодня вечером по-настоящему преодолеть себя. Когда я сюда пришел, я увидел костры. Думаю, мало ли, может прыгать через костры надо будет. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня тебя ожидает еще одно испытание, достаточно необычное. Я тебе скажу, даже достаточно жесткое. Как ты думаешь, какое? Я даже не догадываюсь. У кого-то есть догадки, пока он еще не сказал? Какие есть мысли? Костры. Прыгать. Сжечь себя. Я не знаю, напишите в комментах. Тогда я тебя познакомлю с инструктором, зовут Юля. И она тебе объяснит, в чем состоит суть и шутания. Я являюсь инструктором по углехождению. Я много людей провела по горящим углям. Температура 700 градусов. Вы будете участником номер один сегодня. Я не знаю, как можно себя успокаивать и контролировать. Поэтому я вот так смотрю, думаю, стоишь спиной к костру, так ты далеко за него, и тебе уже жарко становится. А если туда зайти, я не представляю, как люди это могут. Ну ты еще боли не почувствовал, ты страх сейчас чувствуешь. Я чувствую страх, да, перед болью. Я знаю, что будет боль, и сейчас мне страшно. Это снипоконтрольно мне. Кто-то боится по углям ходить? Напишите там плюс в комменты, поймем, сколько нас таких. Мне, честно, было бы стремненько тоже, потому что очень горячо, это больно, а больно мало кому приятно. Хотя есть одна мазохиста, которому нравится больно. Ну, блин, я не могу уменьшить температуру огня. Если собаку я могу как-то способствовать ее поведению своими словами, то тут, к сожалению... Я этого точно не сделаю. Люди это делают для того, чтобы побороть свои страхи в первую очередь. Потому что иногда мы боимся того, даже чего не знаем. Это то, что правда, да. Я предлагаю все-таки подготовить для вас дорожку из углей. Дорожку из углей. Офигеть, они раскаленные. Мы не знаем, сколько для вас. Я не вижу, нереально. Так очково. Посмотрите, ребят, просто раскаленные. Не, 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 вы что-то цепит. Чем больше они выкладывали лопатами, тем мне бы понималось, что это нереально. Блин, это страшно. Страх боли один из самых сильных для Александра. На самом деле, пройти по углям реально. При правильной технике ожогов не будет. Это как? Но Саша, в данный момент из-за боязни задача... Вот мне интересно, как это при правильной технике не будет ожогов. Да, я знаю, что многие могут ходить по ним, но как? На какую-то часть ноги температура меньше падает или что? Ну, наше тело поддается ожогам. Там мы можем получить ожог, когда плиту трогаем. А там и то, мне кажется, меньше. Хотя, ну, может так же. Как можно не получить ожог? Кажется невыполнимый. Можно отказаться? Не, я ванал. Да не, это нереально. Он испугался, и у него внутренний ступор был. Этот ступор нужно было снять. Теперь послушайте меня. И ты должен идти вперед. Все, заднего хода нет. Возьми себя в руки и вперед. Хорошо? Ты можешь это сделать. Понял? Можешь. Пойдемте, Александр. Вы будете шагать. Чем выше колени, тем лучше. И с тобой нужно как будто бы втаптывать землю. Еще. Втаптывайте. А еще будет хорошо, если вы будете хлопать при этом. Хлопок всегда подбадривает. Скажи, я уверен в себе. Я уверен, я сделаю, но не верю. Я уверен в себе. Я уверен в себе. Ты все можешь. Еще. Ну что, когда начнем? Еще, еще, еще. Ну что? Давай, красавец. Все. Разбываемся. У меня все нормально с головой или нет? Александр, все готово. Проходите. Как? Да. А тряпка мокрая или нет? Это сухая. Ай-яй-яй-яй, вы чего здесь? Ай-яй-яй, я чуть-чуть наступил сзади. Да не, это ***. Это ***. Случайно до уголька один уголек маленький. И все, у меня сразу же падает любой настрой. Мне до такой степени хреново. Это больно, я это нереально больно. Это печет, это... Наступил назад, да. Теперь наступает вперед. Потому что нельзя назад, нужно вперед. Встаньте на исходную позицию. Кто это нереально? Давай, иди вперед. Проходите. Я буду рядом. Смотрят на тебя. Ай-яй-яй-яй-яй, так я чуть-чуть дотронулся. Вот тут рядом. Куда ты дотронулся? Вот тут. Вот тут. Тут даже нет углей. И тут горячо. Хватит кричать, Саша. То ли он манипулирует, то ли у него уже просто паника пошла. Я не знаю. У меня самое страшное было это преодолеть боль. Мне этот страх очень сильно мешал. Настройся. Трапка гулячая тоже. Александр, выровняйте. Выровняйте спину. Не смотрите на угли. Смотрите туда. Ноги уже пекут. Ничего они не пекут. Смотри на меня. У него такая реакция была. Я достаточно редко с таким сталкиваюсь. Вставай на тряпку. Смотри вперед на меня. Не хочу. На меня смотри вперед. Я чувствую, что все-таки временами, конечно же, страхи наши надуманы. Что мы их переувеличиваем, чем они на самом деле есть. Скорее всего, он пойдет по ним. И потом, я надеюсь, что скажет. Не, ну, вроде бы терпимо. Да, что-то может быть неприятно. Но не настолько страшно, как казалось. Смотри давай на меня. Маршируем. Вперед, пошел. Маршируем. Блин, сейчас я привыкну. Маршируем. Я уверен в себе. Я уверен в себе. Я уверен в себе. Вот, работай ногами давай. Я уверен в себе. Можешь. Я уверен в себе. Чего ты хочешь? Каким ты хочешь быть? Каким ты хочешь быть? Не, реально печет. Не, не пойду я не пойду. И хлопать. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Да нет, нет. Я отказываюсь от задания, я не буду. Ай, ***! Ай-яй-яй! Не, я не буду делать. Реально. Ни в какую. Я не хочу. Я отказываюсь делать. Столкнувшись с этим испытанием, Александр попал в непривычную для себя ситуацию. Ведь проявлять агрессию по отношению к углям – это как минимум странно. От этого их температура не поменяется. Поэтому он принимает решение впасть в другую крайность. Он попросту сбегает, отказываясь выполнять данное задание. Я встаю на тряпку, мне уже жжет. Ай-яй-яй! Давайте, боже, постоим и тут немного. Он не верил, что это возможно. Ему нужно было увидеть, как это происходит. Что покажет пример? Саша, вы видите, что я делаю для вас? Я, кстати, себя не настраивал, я не могу. То есть баба сейчас покажет на собственном примере, как это нужно делать. Сразу за Юлей идешь. Понял?! Я уверен в себе. Я уверен в себе! Ближе подойди! смотри смотри сюда я уверена в себе я уверена в себя я уверена в себя нельзя сделать 10 шагов не сделав один я уверена в себя я уверена в себя отключись от этого офигеть и александр наступил перелом это нужно просто как минимум освободить свой мозг избавиться от страха мне кажется что страхи еще больше надуманных есть же гипноз да когда человек вводит в гипноз там протыкает ему щеку рукой он чувствует боли то же самое наверное здесь если уметь кажется это делать дальнейшие изменения вряд ли будут иметь смысл а пойдет он пойдет и чувствую маршруем я уверен в себе можно не ожидать чувака поперло он уже и назад пошел все молодец я прошелся не один раз я прошелся три можно еще раз жечь я могу пройтись еще он понял что это был всего лишь страх страх это не больно это возможно и как и любой другой страх это просто то что у нас сидит в голове наверное все таки у кожи есть какое-то если резко почему поднимать ноги чтобы нога могла наверное остывать чтобы горячо холодно горячо холодно горячо холодно то есть нога еще не успевает наверное получить тот тот ожог если быстро как-то вот так вот передвигаться то возможно срабатывает какая-то такая вот физиология приятно за самого себя что вспомнить но страх до побороть только пришел увидел эту дорожку страны и сейчас если вспоминать себя того вот до прохода ты думаешь как нереально такие реальности дети тоже могут гордиться тобой фух спасибо большое да я рад что александр все-таки смог это сделать теперь я вижу перед собой совершенно другого человека не того который был в начале проекта трусливого эгоиста а человека который готов работать над собой который готов меняться дальше александр ждет финальное испытание посмотрим сможет ли он справиться со своим самым сильным страхом а чё ребята дальше ждет саню это вы все узнаете в следующей серии не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии потому что именно вы решать как часто выйдут ролики больше лайков и комментарии больше роликов так что все ваших руках это был андрей чем ты до скорой встречи